Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети» Здравствуйте, ребята! Привет, привет! Сегодня у нас второй игровой день, и прежде чем начать сегодняшнее испытание, я хочу у вас спросить, как у вас впечатление от первого дня? Кто настроен на победу или кто-то хочет сдаться уже прямо сейчас? Максим, как ты настроен? Хорошо. Бороться будешь за победу? Кристиночка, а ты на вопросы готова отвечать моей? Угу. Угу, хорошо. Я рада. Нравится мне ваш боевой настрой. Ребят, условия первого конкурса очень просты. Кстати, будем говорить, как и вчера, о правилах дорожного движения для детей. Будем разгадывать загадки. Отгадки я уже расположила на ваших стендах. Вам лишь необходимо найти отгадку и на скорость принести мне. Каждый правильный ответ стоит одну фишку. Плюс фишка тому, кто справится быстрее соперника. Ну что, все понятно? Да. Отлично. Тогда слушаем первую загадку и стартуем искать отгадку. Никогда я не сплю, на дорогу смотрю. Подскажу, когда стоять, когда движение начинать. Побежали. Кристиночка побежала искать правильный ответ к своему стенду. Так, хорошо. Присаживайся. Присаживайся. Молодцы, ребята. Правильный ответ мне принесли. Что это такое? Светофор. Светофор. Правильно. Итак, Максим зарабатывает две фишки, потому что справился быстрее Кристиночки. Так. И, Кристиночка, фишку за правильный ответ. Тут машина не пройдет. Главный здесь пешеход. Что друг другу не мешать, нужно справа путь держать. Побежали. О чем речь идет? Где машина не пройдет? Где пешеход главный? Где пешеход главный? Определяемся с ответом. Вот друг у друга посмотрели ошибки, как говорится. Присаживайся. Присаживайся со своим ответом. Кристин, присаживаемся. Ребят, такие вы принесли мне отгадки неправильные, ребят. Неверно. Не о дорожных знаках здесь шла речь. А шла речь о тротуаре. Тротуар. Где у нас картинка с тротуаром? Расположите эти картинки обратно. Возможно, они вам еще пригодятся. Так, это кладем, а это вешаем обратно. Вешай и присаживайся. Что, фишки остаются у меня, ребята? Слушаем следующую загадку внимательно. Что за транспорт такой, что везет тебя домой? Он бежит туда-сюда, упираясь в провода. Побежали. Быстрее, 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 быстрее. Скорость. Правильный ответ. Присаживаемся, Кристин. Ребят, что это такое? Автобус. Разве автобусы есть такое? Троллейбус. Троллейбус, конечно. Хорошо, правильный ответ. И снова Максу отправляются две фишки. Кристиночке одну. Ну, следующую загадку я уже читаю. Слушайте внимательно. На обочинах стоят, молча с нами говорят. Всем готовы помогать. Главное их понимать. Быстрее. На обочине стоят, с нами говорят. Важно их понимать. Присаживайся, Кристиночка. Это не мотоцикл. Это что у нас? Дорожные знаки. Ребята, дорожные знаки, конечно. Итак, Максим, правильный быстрый ответ. Две фишки у тебя. Да, Кристиночка на эту загадку у нас фишки не зарабатывает. Последняя загадка, ребята, была про дорожные знаки, которые помогают пешеходам и водителям соблюдать безопасность на дороге. Именно об этом подробнее вам сейчас расскажет наша хорошая знакомая, инспектор ГАИ, тетя Оля. Она уже вышла с нами на связь. Здравствуйте, мои маленькие друзья. Здравствуйте. Сегодня наша вторая встреча, и мы продолжаем наше увлекательное путешествие в мир правил дорожного движения. Сегодня мы с вами будем говорить о дорожных знаках. А какие знаки дорожные знаете вы? Кристина, Максим, какие знаки дорожные знаете? Подземный переход. Как вы? Так, хорошо. Кристиночка, а ты какой-нибудь знак знаешь? Подземный переход. Отлично. Ну, я думаю, что много всего другого вы знаете, так? Хорошо. Сегодня я с вами хочу поговорить об особенном дорожном знаке. Называется он «Дети». А выглядит он вот так. Смотрите, ребята, на этом знаке нарисованы бегущие дети. Так, может, он разрешает ребятам в этом месте перебегать через дорогу? Да, нет. Конечно, нет. Кристиночка права, Максим, ни в коем случае. Ребята, этот знак не для детей, а для водителей. Конечно же, он не разрешает перебегать дорогу. Он предупреждает водителей о том, что в этом месте возможно появление детей, и водитель должен быть особенно внимателен. Такой знак устанавливают возле школ, детских садов, спортивных секций. Но он ни в коем случае не разрешает нам переходить дорогу в том месте, где он установлен. А где мы с вами будем переходить дорогу? По пешеходному переходу. По пешеходному переходу. Правильно, по пешеходному переходу. И он всегда обозначен дорожным знаком. И выглядит этот знак вот так. Ну что же, игра продолжится завтра. На сегодня это все. Берегите себя и до новых встреч. До свидания. Кристина, Максим, сейчас время заключительного конкурса на сегодня и последнюю возможность заработать фишки. Итак, условия конкурса. Наша викторина называется зелено-красное. У каждого из вас есть по две карточки. Возьмите их в ручки. Красное и зеленое. Красное обозначает неправильно. Зеленое правильно. Я буду говорить вам фразу, а вы должны со мной согласиться, либо не согласиться, подняв правильную карточку. Давайте потренируемся, чтобы вы поняли. Например, я говорю. Дорожные знаки приносят большую пользу людям. Какую карточку надо поднять? Правильно, Максим. Зеленую. Да, Кристина. Зеленую. Потому что вы согласны. Это фраза правильная. Поднимаете зеленую. Ребята, тот, кто ответит правильно и справится с этим заданием быстрее соперника, получит от меня три фишки. Просто правильный ответ стоит две фишки. Так что будьте очень внимательны. И, кстати, о внимательности. Все ответы на эти вопросы вы уже слышали от тети Оли. Итак, ребята, первая фраза. Знак дети обозначает, что рядом школа или детский сад. Правильно. Совершенно верно. Итак, у Максима три фишки. Он быстрее справился с заданием. Хочу красную. Кристина, ты хочешь красненькую? Я одну дам тебе красную, одну синюю. Хорошо? Две фишки у Кристины. Следующая фраза. Знак дети разрешает ребятам перебегать дорогу. Правильно. Верно. И снова чуть-чуть опередил Кристина Максим. Поэтому ему три фишечки. Держи, Максим. А Кристины две. Ребята, этот знак дети, он не для детей, чтобы перебегать в этом месте дорогу, а для водителей, чтобы они знали, что здесь могут переходить дети. Следующая фраза. Если нет машин, то можно перебегать проезжую часть в любом месте. Молодец! Умничка! Быстро справилась. Поэтому три фишки, Кристина, в твою копилку за правильный быстрый ответ. И две фишки Максиму за правильный ответ. Молодцы. Так, две. Ребят, перебегать дорогу нельзя ни в коем случае. Нужно спокойно переходить. При этом держать взрослого за руку. Последняя фраза и последняя возможность сегодня фишки заработать. Будьте внимательны. Итак, правильно переходить проезжую часть по пешеходному переходу. Правильно. Молодцы. Максиму три фишки. Правильно и быстро справился. И Кристиночке две фишки справилась абсолютно правильно. Кладите карточки на стол и считайте, пожалуйста, фишки, которые вы заработали во второй игровой день. Во второй игровой день счет у нас 11-17. Отлично, ребят. У нас впереди еще два игровых дня, так что готовимся и встречаемся завтра. До встречи, ребята. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»